Здравствуйте, ребята! Представляю вашему вниманию урок биологии в 11 классе раздела координация и регуляция. Мы продолжаем знакомиться с ростовыми веществами растений. И сегодня наш урок мы проведем посредством видеоконференц-связи через платформу Zoom. Сегодня на уроке изучим механизм действия ростовых веществ на растения и в частности изучим действия ауксина и гиберелина. А цель нашего обучения будет исследовать действия стимуляторов на рост растения. Химическая координация у животных осуществляется при помощи гормонов, образованных в одном месте, а действуют они в разных местах в организме. У растений физиологические процессы координируются веществами, которые образуются в одних местах и не обязательно переносятся в другие. Поэтому их называют не гормонами, а ростовыми веществами. Из презентации видно, что в механизме действия ростовых веществ есть сходства и отличия от гормонов животных. Так, они образуются в микроколичествах и специфично действуют на отдаленном расстоянии. Хотя у животных спектр гормонов шире, совершеннее система транспорта по организму и регулирование их активности. Ростовые вещества необходимы для развития растений. Процесс роста растений состоит из трех этапов. Деление клеток, растяжение клеток и их дифференцировка. Данные этапы роста по-разному протекают в разных частях растений. Поэтому ростовые вещества по-разному будут распределяться и действовать в растительном организме. Выделяют пять классов ростовых веществ. Ауксины, гибереллины, цитокинины, абсцизовая кислота и этилен. Ауксины непрерывно образуются в точке роста стебля и в молодых листьях. Движение ауксинов можно назвать базипитальным и полярным. То есть они движутся от точки роста к основанию органа в одном направлении диффузно. Транспорт на дальние расстояния осуществляется по проводящей системе флоэми от побегов к корням. Перемещаясь от направления света, повышается концентрация ауксина на теневой стороне органа, что приводит к стимулированию растяжения клеток и растение изгибается. Ауксины действуют на определенные изолированные части и органы растений. Гибереллины – это вторая группа ростовых веществ, отличающаяся от ауксинов. Гибереллины тоже стимулируют деление и растяжение клеток. Но в отличие от ауксинов, они не способствуют дифференцировке тканей, а действуют на зоны растяжения и части растений, которые не закончили дифференциацию. То есть происходит усиление роста типов клеток, существовавших до дифференциации. Гибереллины стимулируют рост стебля целого растения за счет существующих междоузлей, поэтому их часто применяют в снятии карликовости у растений. И в отличие от ауксинов, они движутся по растению акропитально, то есть от основания органа к точке роста. Эффективность и характер влияния ростовых веществ на рост и физиологические процессы растений зависит от концентрации применения данных веществ. И сегодня мы с вами проведем лабораторную работу «Воздействие гетероауксина на рост корня». Цель данной работы – изучить влияние гетероауксина различной концентрации на рост корня семян пшеницы. Работу проведем с регулятором роста гетероауксин. Как видно из слайдовой презентации, для работы понадобятся следующие приборы и материалы. Чтобы приготовить заданные концентрации гетероауксина, нам необходимо приготовить исходный 0,01 раствор регулятора роста гетероауксина. Для этого взвешивают регулятор гетероауксин в количестве 0,005 и помещают в мерную колбу на 50 мл. Довести объем раствора до метки дистиллированной водой и тщательно перемешать. Таким образом, мы получаем исходный 0,01% раствора гетероауксина, который используем в опыте, а также для приготовления растворов более низкой концентрации. Этот раствор послужит исходным материалом, и мы с вами должны приготовить следующие концентрации растворов. 0,001%, 0,001% и 0,001% данного раствора гетероауксина. Давайте посмотрим на слайдовую презентацию, на которой подробно описано приготовление растворов низкой концентрации исходного раствора гетероауксина. После приготовления растворов приступаем к закладке опыта. Для этого берем 5 чашек Петри и выстилаем ватными дисками, а затем увлажняем 10 мл приготовленных растворов. Одну чашку Петри увлажняем дистиллированной водой для контроля. На увлажненные диски раскладываем по 5 зерновок пшеницы, затем закрываем крышками от чашки Петри и помещаем в темное место при температуре 25 градусов Цельсия. Через неделю на следующем занятии мы измерим с вами длину корешков и результаты измерений внесем в таблицу. А также, ребята, мы с вами сделаем вывод о задержке или наоборот стимулировании роста корней пшеницы в зависимости от концентрации гетероауксина. Спасибо за внимание. До новой встречи!